Ребята, у нас достаточно большая группа, но я очень-очень-очень-очень рада, потому что сегодня я хочу поговорить с вами о том, что, в принципе, тема, которую я давным-давно хотела поговорить, о теме, что такое арт-терапия, как это связано с флойд-арт, почему это вещи совпадающие и нужные, и главное, каким образом они между собой связаны, ну и, конечно, так как я любитель, и вы знаете, большой поклонник флойд-арт, у меня своя школа, поэтому, конечно, я не смогу отпустить вас без того, чтобы хотя бы показать, как эта красота происходит, но это уже будет в самом конце, так что, если кто-то хочет увидеть демонстрацию этого, то вам лучше досидеть до конца. Меня зовут Злата Робинович, я художник с более чем 20-летним стажем, и последние 7 лет я очень активно занимаюсь именно флойд-арт, а до этого я занималась рисованием маслом, это было мое такое вот самое большое все, очень люблю мастихины, красивые какие-то, кусками красиво сделано, но больше всего я люблю цвета и текстуру, поэтому, когда я увидела флойд-арт первый раз, я, в общем, в это влюбилась, два года назад я ушла с работы, и теперь полностью занимаюсь флойд-арт, и все, что с этим связано, я веду классы онлайн, оффлайн, и, в общем, через мои, я могу сказать, руки практически прошло больше тысячи учеников, и кто на один класс, как арт-релакс, кто остался учить флойд-арт, ну, вот что, чем я очень горжусь, что у меня не было ни одного человека, кто бы сказал, что им это не понравилось, вот, это моя особая гордость, значит, теперь давайте все-таки поговорим то, ради чего мы собрались, арт-терапия, у нас есть два понятия, которые часто путают, тот, кто знает английский, поймет разницу, арт-терапия и арт-терапия, да, то есть вот эта маленькая буковка «с» на конце, в принципе, и отделяет два абсолютно разных понятия, когда мы говорим арт-терапия, мы, в принципе, думаем, что это изотерапия, то есть терапия рисунком, когда мы говорим арт-терапия, это терапия любым видом искусства, то есть они все служат, и арт-терапия, и арт-терапия имеют одну и ту же глобальную цель, но, в принципе, изотерапия или арт-терапия – это часть арт-терапии, я знаю, это достаточно непонятно и достаточно часто звучит конфьюзинг, потому что о чем это, но, в принципе, в арт-терапию входят и танцы, и музыка, и даже библиотерапия, то есть сочинение сказок, и песочная терапия, цветотерапия, чего туда только не входит, изотерапия – маленькая часть. Я вам сейчас объясню, почему такая ситуация произошла, но вначале давайте мы поговорим о самой истории арт-терапии, терапии искусств, в общем. В принципе, все эти термины очень новые, поэтому, собственно говоря, они так пересеклись неудачно между собой или удачно, кто их знает, Вот, но истории самого исцеления души через музыку, через эмоции, через рассказы и так далее уходят корнями очень-очень-очень далеко. Все эти, помните, шаманские с бубнами жрецы, певцы, министрели и так далее, в принципе, когда люди хотели обращаться к душе и из человека вытащить что-то другое, чем вот то, как он себя представляет, люди использовали не просто речь, но старались обязательно добавить музыку, рисунок, еще что-то. То есть, когда наши дальние предки приносили домой своего мамонта, и у них еще вот горела кровь, и им хотелось что-то сделать с этим, они на скалах высекали этого мамонта, показывали, какой он большой, какие они маленькие, какие они молодцы с этим справились. Когда жрецы пытались рассказать, как сейчас все это будет, и как пойдет дождь, они же не речугу толкали, они же бегали с бубнами, подпрыгивали, показывали, как, в общем, все это интересно и здорово, и люди эмоционально входили тоже вот в этот вот транс, и что они хотели, жрецы, чтобы вошли, и тоже понимали, и тоже настраивались. То есть, это всегда было, люди всегда понимали, что для того, чтобы что-то сделать, надо вот как-то обратиться к душе. На самом деле, первые реальные записи появились во времена вот Платона, это Платон писал об этом, да, это был четвертый век, если я не ошибаюсь, до нашей эры, Аристотель, это уже шестой век и так далее, они все писали о воздействии музыки на эмоциональный фон человека. В принципе, три страны, которые очень активно выделялись в этом, это Древняя Греция, но вы помните, там музыка вообще была как обязательным фоном для всего, при том, что греки были очень известны своими и вазами, и скульптурами, и рисованием, да, но главное вот, что всегда ниточкой у них проходила, это музыка. Они считали, что для того, чтобы душа человека начала исцеляться, или наоборот, как-то напрячь ее, обязательно должна звучать музыка. Поэтому, если вы видели какие-то фильмы, фрески и так далее, то на первом плане обычно вы могли наблюдать возлежащих таких патриций, или там кто у них отдыхает, кто-то ест, а сзади сидят музыканты и аккуратненько наигрывают. Это считалось обязательно, потому что через музыку мы воспринимали, ну, как бы они так считали, что через музыку человек лучше воспринимает то, что происходит в жизни, в реальности. Следующая интересная вещь это то, что древние китайцы, которые тоже очень давали такое отдельное особое внимание музыке, они при этом думали, что все это происходит через акупунтуру, через влияние музыки на определенные точки. И для того, чтобы правильно на это влиять, они использовали музыку, музыкальные инструменты. Именно поэтому китайцы считаются основателями очень многих инструментов, потому что им казалось, что именно таким образом, через музыкальные инструменты, они смогут воздействовать на определенные точки тела и, соответственно, вызвать определенную реакцию. Ну, мы все знаем, что древняя Индия и танцы, музыка, это вообще неразрывная, опять же, при том, что они просто считали, что танцы это их все, музыка по-прежнему играла гигантское значение, они считали, что музыка, и вообще главная гармония идет от вибрации, и главное в музыке это пение. Вспомните индийские, любые музыкальные композиции, это, как правило, целый рассказ жизни. Вот они себя выражали, все свои желания, надежды, устремления через вот эти их песни, да, там, он любит ее, они проходят через тысячи каких-то преград, а в конце они бросаются оба, когда уже все хорошо, они бросаются оба в реку, просто чтобы дотронуться друг до друга, обязательно тонут, в общем, любовь и счастье теперь мы станцуем. То есть вот эти вибрации, которые дает пение, для них было главное, они через это могли настраивать себя, свой народ и вообще эмоции на правильное, как им казалось, правильное направление. Но Европа была более консервативной, и она официально этого не признавала и не говорила, и особо этим не занималась. Первые серьезные разработки на эту тему уже пошли в начале прошлого века, 20 век, в 1942 году, тот самый Хилл, художник, он был во время войны, конечно, раненый, со всякими штучками заболел, получил туберкулез, и вот когда он лечился и лежал в туберкулезном санатории, он обратил внимание, что когда он рисует, ему становится лучше. То есть врачи стали говорить, что его скорость из лечения значительно быстрее, чем у людей, которые лежали рядом. Другой бы порадовался и сказал, здорово, я молодец. А Энтони Хилл заинтересовался этим и стал показывать своим сополатникам, как это делать. И он тихо-тихо начал учить одного, второго, третьего, и врачи с удивлением стали констатировать, что да, такие, это не единичный случай, это действительно помогает людям выздоравливать быстрее. При том, что, ребят, все-таки мы говорим о рисовании, а то туберкулезные больные, как это работает, работает. Если делать правильные техники, использовать правильные медиа, то да, это все работает. И люди начали выздоравливать быстрее, и это начало быстро расходиться. Энтони Хилл очень сильно заинтересовался этим, и уже в 45-м году он выпускает книгу «Искусство как лекарство», и эта книга становится бестселлером, к нему присоединяется, к этому течению присоединяется следующий большой художник в Великобритании. Сейчас я забуду, конечно, его фамилию. Сейчас, секундочку. Его звали Эдвард Адамсон. Я просто боюсь сказать это неправильно. И, кстати, Хилл, его звали Эдриан. Мне было удобнее, говорит, назвать его по-другому, но он Эдриан Хилл, а в 45-м году Эдвард Адамсон, английский художник, начинает пропагандировать этот метод для излечения больных в психических, ну, психушках наших, да. Но, как вы знаете, там лежат же не только психи, там лежат и вполне люди, у которых просто какие-то отклонения, у которых не совсем в порядке, которые не могут адаптировать себя в нашу действительность. И это, кстати, вообще отдельный вопрос, кто из нас нормальнее, и что из этого правда, а что нет. Но, по крайней мере, они не могут вписаться в тот мир, в котором мы живем. Ребята, опять же, это 45-й год. Вы понимаете, огромное количество народа начало возвращаться с войны, насмотревшись всех этих ужасов, прошедших и концлагеря, и просто ужасы войны, да и люди, которые были в тылу и прошли через все это. Ну, в общем, нормальных на тот момент практически не было. И вот всем надо было каким-то образом научиться вживаться в эту реальность, то, что теперь называется нормальной повседневной жизнью. И наши два пропагандиста очень активно стали показывать, рассказывать. Опять же, на тот момент речь шла исключительно о изотерапии, терапии рисунком. Но к этому очень быстро начали подключаться музыкальные, музыкотерапия, пенетерапия, танетерапия, потому что стало быстро понятно, что для кого-то, да, действительно, вот он посидел, он нарисовал, он выразил себя, ему стало легче. А кому-то это ничего не дает. Он не может рисовать и не хочет рисовать. И вообще для него рисунок ничего не означает. Зато он может сыграть, зато он может станцевать. Ну, вспомним Шерлок Холмса, да, у него, когда ему надо было подумать, ему надо было скинуть напряжение, он брал свою скрипку и издавал на ней вот разные звуки, но таким образом он выражал себя. Для нас это была какофония, ужасно, это нельзя было слушать. Для него это был его выплеск, вот того страшного, что он видел в мире. Он выплескивал это, он снова становился самим собой, находил себя и шел на свое раскрытие следующего дела. Вот. Таким образом, это стало буквально вот как огненным таким вот потоком полилось всюду, и уже в начале 60-х годов в Америке начались собираться общества, ассоциации. В 60-х годах была открыта американская ассоциация, здесь было очень много пропагандистов этого дела. Где-то в это же время уже начались первые эксперименты, и художники начали рисовать акрилом, что тоже помогло. Но к этому мы вернемся немножко позже. А пока я хочу дать немножечко теории, поговорить о том, какие основные способы и техники у нас есть в изотерапии. Я говорю именно сейчас о арт-терапии, как изотерапии, просто потому что мне, как опять художнику, мне это более понятно, и поэтому я буду говорить именно от этой части. Хотя, в принципе, с небольшими изменениями, но эти же три основные техники работают для всего. Первая техника – это аналитическая. Значит, эта терапия основана на психологических теориях, на психоаналитике, то есть фокус на клиента и терапевта, и идеи, которыми обмениваются во время создания произведения искусства. То есть это процесс работы работы их обоих, и арт-терапевта, и клиента. Вторая – это психотерапия, фокус на терапевта и его анализы рисунка. То есть терапевт, посмотрев на рисунок, может сказать, ну, помните, самое простое, наверное, вы все слышали, когда делают тест для детей или взрослых и просят нарисовать, нарисуйте вашу семью. И ребенок рисует семью, и вот терапевт смотрит, допустим, мальчик стоит, маленький ребенок держит маму за ручку, а папа стоит от них отдельно, и папа очень маленький. Терапевт понимает, что в этой семье есть проблемы, и папа не играет большой роли в этой семье, и что, в общем, надо разбираться с этим. Или вы помните, возможно, помните замечательный тест, когда просят нарисовать дерево, и человек, который рисует хиленькое, маленькое, тоненькое дерево, и все веточки вниз, то есть понятно, что у человека, скорее всего, депрессия. С другой стороны, если человек рисует очень такое большое, мощное дерево с большими корнями, то есть понятно, что он, в общем, очень крепко стоит на двух ногах, держится, понимает, откуда он, кто он, что ему нужно в жизни. Если его ветки идут вверх, то он четко имеет цель, он идет к ней, он точно добивается наверх, то есть огромное количество разных-разных тестов. Я привела только несколько, но это вот один из них. то есть главное во втором методе это прочитать рисунок и по рисунку понять, что действительно является проблемой у этого человека, а что нет, и вообще есть ли проблема. Третье, это рисунок, как терапия, то есть в данном случае речь идет о процессе рисования, то есть в тот момент, когда происходит само рисование, терапевт смотрит, как нажимают на карандаш, как его держат, какие цвета используют для того, чтобы создать этот рисунок, насколько твердой, уверенной рукой этот рисунок делается и так далее. То есть там очень-очень-очень много разных вариантов, по которым наш арт-терапевт может сказать, это действительно есть какая-то проблема или ее нет, и какая проблема, скорее всего, есть, и после этого можно пытаться копать уже глубже и понимать, о чем это и почему. Кроме всего прочего, арт-терапия, я имею в виду в данном случае изотерапию, потому что, опять же, я в ней понимаю гораздо больше, чем во всех остальных терапиях, она улучшает моторные функции, как вы понимаете, когда вы делаете, когда вы рисуете что-то, что бы вы не делали руками, у вас, разумеется, работают руки и начинают улучшаться ваше понимание между мозгом и руками, руки начинают разрабатываться и, конечно, это тоже дополнительный плюс, но главное, вы получаете веру в себя и вот это очень важно, потому что человек, который не верит в себя, человек, который не верит в то, что он может достигнуть чего-то большого, ему очень тяжело сегодня, в сегодняшнем мире адаптироваться. Ну вот, знаете, как самый такой пример, это, наверное, наши родители, мы где-то, те, кто росли давным-давным-давно в Советском Союзе, считалось, что правильно, чтобы твои дела способствовали другим людям и как бы говорили другим людям о том, кто ты. И вот многие люди старались очень сильно хорошо работать, все делать, но пока они старались и пытались доказать, уже 10 раз их обходили другие, кто умели красиво презентовать, кто умели красиво про себя рассказать, что называется сегодня продать себя и в результате именно они становились начальниками, именно им давали все почести и так далее, а трудяги и замечательно работающие очень часто оставались за бортом, просто потому, что их так никто и не сумел рассмотреть, а в результате у человека начинало падать его собственная оценка, он начинал с этим себя чувствовать плохо, понять, что это, понять, как, как с этим бороться, это тоже могло помочь изотерапиям. Понимание себя это очень большая задача для изотерапии, потому что в тот момент, когда мы поймем, что нам мешает, что нам помогает, что нам стоит делать, какие у нас плюсы, минусы, нам становится гораздо проще потом вытащить то, что нам нравится, увеличить влияние этого или наоборот уменьшить то, что нам не нравится. Ну, вообще, когда вы понимаете предмет, с ним гораздо проще работать. У меня потрясающий папа, который он такой профессор математики, так вот, он мне всегда говорил, если ты не умеешь сформулировать что-то в несколько предложений, значит, ты этот предмет не понимаешь. Я ему говорил, иди и занимайся дальше. Вот, когда ты мне сможешь прийти и все коротко так рассказать, все замечательно. Пока нет, ты ничего не знаешь, иди, иди дальше учись. Вот, следующее, что помогает делать изотерапия, изотерапия помогает вам определять и решать проблемы. В тот момент, когда вы что-то рисуете, вы хотите, не хотите, понемножечку начинаете затягиваться в процесс и показывать на холсте, на бумаге, смотря, чем вы занимаетесь, то, что у вас возможно является проблемой. После того, как вы ее определили, вам опять же станет проще ее решать, а иногда вы сами поймете, как и что. Иногда вы просто успокоитесь, вам станет проще и спокойнее, и вы тогда сможете решить ту задачу, которую вы не могли решить очень давно. Рост личности. Безусловно, безусловно, это очень важно, потому что, опять же, исходя из того, что у вас есть возможность понять себя, вы начинаете становиться другим человеком, вы работаете над собой, вы растете, и вам становится и интереснее, и лучше, и просто это, знаете, вы начинаете чувствовать, что что-то в вас меняется. Но вот я просто приведу пример себя. Если вы меня каким-то образом бы знали, ну, хотя бы семь лет назад, я все-таки была совершенно другим человеком. За эти семь лет, вот то, что я занимаюсь флойдар, для меня, вот моя изотерапия, это флойдар, я правда очень много в себе открыла. До этого я очень сильно стеснялась, до этого я искренне считала, что я просто не могу какие-то вещи делать, мне неудобно, мне неудобно себя рекламировать, мне неудобно, в общем, мне было неудобно делать так много вещей, что это даже было не смешно. И как результат страдало все фактически, страдала моя оценка себя как человека, и меня как личности, я не могла настолько хорошо исполнять ни свои обязанности, и главное не быть счастливой. И вот с тех пор, как я поняла, кто я, что я, что я могу делать, я стала просто, ну вот я просто изменилась и внешне, и внутренне, потому что когда человек счастлив, у него все получается по-другому. До этого я считала, если я получу хорошее образование, если я буду много и серьезно работать, у меня все будет замечательно, я докажу. Нет, пока вы не счастливы, пока вы не нашли себя, что бы вы ни делали, как бы вы ни старались, толка большого не будет. Вот, это с этим, и, наверное, одно из последних, это то, что изотерапия дает выход агрессии и вашим негативным каким-то эмоциям, то есть я много раз наблюдала, как ко мне приходят люди, на класс, и вот они прямо там всенервные, только что что-то произошло, у человека аж прям трясет, но он уже назначил этот класс, он уже сам не рад, зачем он его назначил, но класс назначен, деньги заплачены, надо прийти и делать. и вот я видела, как человек с момента, что он начинает творить, он весь начинает тихо-тихо-тихо раскрываться и тихо улыбаться, вначале маленькая улыбка, потом улыбка больше, 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 и человек уже под конец уходит довольный, счастливый. Я подходила иногда и спрашивала, а как, что, и люди делятся, и действительно говорят, что вот они почувствовали вот это ощущение облегчения, как будто вот то, что у них было внутри, оно выплеснулось. У меня есть подкаст, который я называю «Заливая», и вот там как раз это арт-подкаст, где люди приходят ко мне, и вначале мы начинаем именно с того, что еще до знакомства, до всего мы заливаем такую картину, есть одна специальная техника, совершенно замечательная, где краски решают все, они сами все за тебя сделают, и совершенные новички могут под небольшим таким руководством создать очень красивые индивидуальные картины. Так вот, люди, когда делают эти картины, они начинают как-то расслабляться, и голоса меняются. Я потом слушаю эти подкасты, я вижу, насколько человек был зажатый, тихий, такой голос был такой вот прямо, ему было неудобно, неуютно, и уже к середине голос становится более уверенный, идут шутки, и к моменту, когда мы уже заканчиваем подкаст, это уже совершенно уверенный, веселый, довольно интересный человек, с которым просто замечательно и интересно проводить эту встречу. вот так что изотерапия, она просто, просто необходима, а многие арт-терапевты, ну и психологи в том числе используют арт-терапию для того, чтобы понять человека, сделать тесты и понять, а где конкретно проблемы, и что мы будем лечить в будущем. Вот такие вот вещи, которые я вам хотела рассказать про арт-терапию, теперь я хочу немножечко поговорить о флуид-арт, как же она вписывается в это. Ну смотрите, если у нас арт-терапия, это терапия всем, всем, всем возможным, причем еще раз, ребят, всем, даже наши бабушки, которые нам рассказывали сказки, помните замечательную Арину Родионовну, они же безумно правильные и талантливые это делали, потому что действительно просто через голос, через рассказы, вот как мы сегодня слушаем аудиокнигу, можно воздействовать на человека и заставить его сопереживать, менять свой эмоциональный фон, настрой, успокаивать или наоборот напрягать, то есть зависимо от того, какая у вас цель. Люди, которые работают с песком, с цветом, это тоже все терапия, но это общая такая шапка, это наш зонтик, под зонтиком стоит моя любимая изотерапия, потому что я художник, и вот она там пригрелась, я вам только что рассказала, как ее можно использовать для понимания, для того, чтобы составить ваш анализ, понять и помочь, и как вот мы уже об этом говорили, она была определена и стала уже соответственно, наукой только после 1942 года, а вот флуид-арт стал частью изотерапии относительно недавно, у него есть на самом деле второе название, которое я очень не люблю, называется акриловая заливка, это пуринг, да, то есть фактически акриловый пуринг, и вы, наверное, слышали это название, я не люблю это название, потому что оно было принято где-то в 70-х годах, и использовалась тогда эта самая заливка в школах в основном, дети очень любили играться, они что-то там играли с какими-то красками, что-то делали, что-то у них получалось, что-то у них не получалось, в общем, больше это была такая грязевая терапия, я бы сказала, а не на самом деле изотерапия, потому что это было им в принципе такая вот детки, давайте польем что-то, давайте помешаем, использовались очень плохие краски на тот момент, акрил еще не был так хорошо развит, как сегодня, плюс растворителей были очень, практически их не было, поэтому в основном использовали более жидкий акрил, и все, и результаты были соответствующие, с тех пор у нас появились потрясающие растворители, с тех пор очень много художников, серьезных художников стало заниматься арт-терапией, в смысле изотерапией и флуид-артом, и люди по-настоящему стали смотреть, какие есть техники, сегодня изобретено сумасшедшее количество разных техник, я знаю значительно больше 20 техник флуид-арт, и еще на каждую технику по 2-3 разных возможных вариаций, которые делают эту технику практически неузнаваемой, то есть совершенно потрясающая техника, совершенно потрясающие картины, которые она может создавать, это абстракция, как правило, мы получаем абстрактные картины, но именно благодаря этому их можно расшифровывать, о них можно говорить, и человек не зацикливается на том, чтобы вывести какую-то конкретную деталь, а действительно может отпустить себя и сказать, вот пусть как будет, и вот в этом порыве, пусть оно будет так, как я хочу, выливается по-настоящему его душа, его проблемы, именно поэтому, как я уже сказала, мой подкаст это заливая, заливая самого себя, мы выпускаем себя наружу, есть куча разных интересных техник, где уже не краски все рисуют, а мы должны знать, как и что сделать, для того, чтобы получилось именно то, что нам нужно, но для этого уже, конечно, надо учиться, есть более легкие техники, которые просто вы немножко можете посмотреть, и уже будете знать, как и что делать, в многих техниках вам надо действительно долго и серьезно работать, меня часто спрашивают, можно ли научиться по ютюбам, конечно, можно, я сама в свое время училась по ютюбам, потому что семь лет назад практически никто не преподавал флойд арт вообще, на сегодняшний день очень мало народа преподают флойд арт, и еще меньше народа могут делать его красиво, совсем мало народа могут сделать так, чтобы у каждого, кто приходил к ним, действительно получались красивые работы, я очень горда, что у меня это получилось, я очень долго это отрабатывала, и мне очень приятно видеть, как у моих учеников получаются очень интересные работы, если вы хотите учиться по ютюбу, вы, конечно, это можете сделать, конечно, единственное, что сокращу вам я, это просто время, которое вы не должны будете тратить, для того, чтобы сидеть и в ютюбе искать, как и что это делать, причем, большинство народа, кто ставит что-то в ютюб, как бы, как бы это правильно сказать, и главная задача, это не то, чтобы научить вас, как нужно делать, и главная задача, просто заинтересовать вас, поэтому, в принципе, ваши работы, когда вы начинаете смотреть, как это было сделано на ютюбе, как они сами смогли это сделать, и вот пытаетесь учиться через ютюб, ваши работы могут быть далеко не такими красивыми, как получились у них, просто потому, что вам какие-то секретики недорассказали, я часто вспоминаю свою еврейскую бабушку, которая не рассказывала какие-то маленькие секретики, например, когда она потрясающе готовила, но когда она делилась рецептиками, она обычно чего-нибудь не договаривала, и только вот, когда она уже стала совсем-совсем старенькой, она жила с моей мамой, и вот тогда она маме стала говорить, Лиля, вот сюда надо положить вот это, а вот сюда надо положить вот это, мама говорит, ну как же, Сара Марковна, я же вас столько лет, спрашивала, почему у вас так вкусно у меня не получается, бабушка вот так ухмылялась, и ничего при этом не говорила, но это вот, это тот самый случай ютюбовский, с вами как бы делится, но в большинстве случаев как бы, у меня на классах я, да, стараюсь быть абсолютно откровенной, рассказывать все-все-все, потому что я горжусь тем, что делают мои ученики, я горжусь тем, что у большинства моих учеников сегодня работы зачастую более интересные, чем я вижу у многих людей, которые называют себя художниками флойд-арт, ну, мое такое подпольное название, флойд-ардисты, то есть те, кто с удовольствием занимаются флойд-арт, на самом деле это достаточно тяжело сделать работу, чтобы получилось красиво, без грязи, и чтобы действительно она хорошо-хорошо смотрелась, вот, и мы на классах это с удовольствием все это проходим, но вообще я ввела новый термин, которым очень горжусь, что это именно мое, я называю это арт-релакс, то есть это, в принципе, сам процесс, вот, когда вы только берете, приходите вот первый раз, или там, который раз вы уже это делаете, и вы делаете вот эту вот легкую технику, которая откроет вас, техника называется техника перевернутого стакана, и вот, когда вы ее делаете, и в этот момент вы видите, как красиво все вдруг у вас на глазах зацветает, становится ярким, красивым, эффектным, и в этот момент, вот, когда вы рисуете, и у вас все открылось, вот именно этот момент, вот этот вот момент действия я называю арт-релакс, поэтому у меня есть два вида классов, вот, когда ко мне приходят просто на один такой вот класс, или тимбилдинг делают, или там, день рождения, корпоратив, я всегда предлагаю начинать именно с арт-релакса, чтобы люди почувствовали всю силу этого, как краска работает с ними, как они могут выплеснуть себя, но тем, кому понравится элемент, сам элемент флойд-арт, вот для этого у меня уже дальше есть целая школа и онлайн, и оффлайн, где мы уже учимся, как руководить красками, как заставить краски делать то, что мы хотим, не только то, что они хотят, а то, что мы хотим, и вот это вот очень-очень-очень важно, кстати, вещь, которую я очень ценю флойд-арт, это то, насколько она может быть разнообразна, то, где мы можем применять, то, что называется в английском multifunctional, да, потому что большинство техник вы нарисовали на холстах, и в принципе это все, но для флойд-арт границ практически нет, например, смотрите, на наших уроках мы делали вот такие вот работы просто на керамических плитках, и посмотрите, как красиво и здорово это выглядит, мы делали вот такие новогодние игрушки на стекле и на пластике, мы делаем какие-то штучки на дереве, видите, я специально не закрашиваю, это обычное дерево, посмотрите, они прекрасно смотрятся, вы можете сделать флойд-арт где угодно, вот если видно, у меня стоит там тумбочка, вот сверху у нее тоже флойд-арт, тоже легко и просто, металл, пожалуйста, вы тоже это все можете сделать, вы можете из остатков, когда они высыхают, они становятся такими гибкими и совсем вот такие вот пластиковые, вы можете делать себе украшения, какие вы хотите, и это тоже смотрится прекрасно, но, наверное, самое главное использование флойд-арт, это использование ее сумасшедших узоров, потому что узоры, которые придумает флойд-арт, вот посмотрите, я просто вот немножечко начну показывать, чтобы вы видели, насколько необычными бывают работы и насколько они меняются и насколько меняется ощущение человека и как он себя может выражать разные цвета, разные стили, посмотрите, можно сесть, посмотреть на работу, перевернуть ее, подумать и найти тот кусочек, который вам близок, вот мне в этой работе, например, кажется, что она должна стоять так и тогда она даже похожа на работу дальней чем-то, видите, вот мир такой и вот какой-то космос там, а вот эта работа для меня немножечко напоминает Матисса, помните его вот этих красных, такого, красных людей, да, или помните Петров-Водкин с его красными конями, то есть вот с этим синим фоном, но и те, кто захотят, могут покопаться в себе подольше и вот что-нибудь такое поинтереснее и покрасивее придумать что-то совсем такое, что-то там в мозгу что-то интересное найти, а те, кто захотят, чтобы работы стали более реалистичной, они могут сделать это тоже, и у них тогда получится вот такого плана морской берег, посмотрите, как красиво это тоже, при том, что это та же самая техника, это сделано так же, посмотрите, как красиво и здорово это смотрится, и цвета, вы не ограничены в цветах, вы не ограничены в вашей фантазии, то, что может вам придумать флойд арт, вы такой никогда не придумаете, поэтому дизайнеры используют это свойство флойд арт в тот момент, когда вы сделали какую-то красивую картину, вы можете сфотографировать ее, или часть ее, после этого вы можете увеличивать, вы можете распечатать это на холст, или на дерево, или на металл, или на ткань, и вы получите совершенно потрясающие работы, кстати, посмотрите, насколько флойд арт может отражать ваше состояние души, вот, например, вот такие вот работы, вот это все сделано мной, просто в разные дни, посмотрите, от такого более спокойно одни и те же цвета, здесь у меня явно было настроение совершенно другое, и вот третий вариант, это здесь уже вы видите такое полу, гнетущее, метущееся такое настроение, посмотрите, от полного спокойствия, до совершенно противоположного буйного дня, просто потому, что флойд арт дала мне такую возможность, или вот, пожалуйста, в других цветах, вы сразу видите разницу в настроении, которое у меня было в этот день, или вот такие сиреневые, красивые, для любителей сиреневого цвета, видите, тоже, посмотрите, вот эти вообще были сделаны в один и тот же день, просто я сделала одну до обеда, а потом ушла куда-то, вернулась, за это время в моем настроении немножко поменялось, и соответственно у меня получилась другая работа совершенно, есть работы, которые могут становиться немножко более сказочными, вот такими, например, смотрите, видите, в них даже видны узоры, в них даже видно такое ощущение чего-то живого, сказочного, то есть границ абсолютно нет, вы можете придумывать все, что вам нравится, как вам нравится, и это будет работать, вот перед тем, как мы пойдем дальше, я бы вам хотела показать, как же эта техника работает, раз уж мы столько о ней говорили, давайте я возьму картину, я уже приготовила вот такой вот стаканчик с краской, я сегодня, вот сейчас, по крайней мере, у меня было настроение какое-то такое сине-сиреневое, почему, не знаю, вот оно у меня такое было, утром я делала совершенно другие цвета, утром я делала голубые и оранжевые, но сейчас меня потянуло в красное, немножко сверху золото даже дала, вот, и вот у меня сейчас вот этот стаканчик, давайте я наклоню немножко экран, чтобы вам было видно, что я делаю и я вам покажу сейчас, как оно будет, а теперь смотрите, раз, два, три, ух ты, посмотрите, у меня получилось такая темная, такая, что-то, какое-то такое межпланетное пространство, смотрите, как эффектно оно смотрится, я аккуратненько сейчас начну его распределять по картине, правда же, само ощущение какой-то магии в тот момент, когда вы держите эту краску в руках и она вас слушается, совершенно необыкновенное ощущение, я знаю, кран немножечко меняет краски, я знаю, что вы, скорее всего, видите, это немножко в синеватом цвете, оно не синеватое, оно очень сильно сиреневое, сиреневое, это обычно не совсем мой цвет, но вот, как я уже сказала, я очень сильно доверяю краскам и осталось с некоторых пор сильно доверять своей интуиции, поэтому мне интуиция сказала, что она сегодня хочет быть вот такой фиолетовой и вот я сделала сегодня, какая интересная работа получила. Вот эта техника называется флипкап, на мой взгляд, это абсолютно магическая техника, когда вдруг у вас на глазах раз и появилась картина. И я обычно предлагаю эту технику делать одной из первых, просто потому, что она действительно сможет отразить и рассказать вам очень многое. Именно эту технику я использую, когда веду уроки арт-релакс, и по-моему, это просто такой вот магия красок, вот чтобы сказать, назвать это правильно, это такая абсолютно магическая вещь. Значит, смотрите, ребят, мы с вами прошли, поговорили о том, что такое арт-терапия, мы поговорили о том, что такое изотерапия, то есть, собственно говоря, арт-терапия, и я вам показала, рассказала о флойд-арт и о том, показала вам демо, как можно сделать самую первую работу. Если вы просто хотите научиться вот именно конкретной этой технике, у меня есть онлайн-курс, он недорогой, вы можете просто его взять, и там все-все-все, как смешать кратки, все-все-все, вам никто не нужен, вы просто его можете сделать, выучите все. Но если вам интересно, если вы хотите быть со мной, и если вы хотите по-настоящему научиться, то у меня скоро у нас, точнее, на следующей неделе будет, начинается серия классов, и это уже онлайн-классы, где мы с вами будем проходить все ступени вместе, мы будем учить и инструменты, и все остальное. Ну, вот это вот моя программа, я очень надеюсь, что вам это понравилось, я очень надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя лекция, и вполне возможно, что я кого-то заразила флойд-арт, если вы вдруг просто из этой лекции поняли, что вам необходима скрипка, как, например, Шерлок Холмс, и вы хотите просто выразить себя через игру на скрипке, это тоже замечательно, я тоже буду очень рада, главное, чтобы вам захотелось что-то сделать, но если вы увидели, что флойд-арт это ваше, что вы тоже хотите творить такую магию, что вы тоже хотите прикоснуться вот к чему-то необычному, создать что-то совершенно выносящее мозг, в хорошем смысле этого слова, а потом подчинить эту технику себе и уже рисовать то, что вы хотите, и стать художником тихо-тихо, и главное получать вот это ощущение арт-релакса каждый раз, когда вы этим занимаетесь, то напишите мне, и я буду очень-очень-очень рада видеть вас на своих уроках, они правда интересны, правда замечательные, классы, они очень большие, я стараюсь брать не больше восьми человек, то есть у меня от четырех обычно до восьми, то есть ровно столько же, чтобы я могла со всеми поговорить, посмотреть, кто что делает, помочь, то есть я все время с вами, я в прошлом была начальником большого отделения банка, поэтому у меня нет проблем смотреть сразу восемь картин и делать еще кучу дел одновременно, я считаю, что это нормально, хорошо, удобно, я получаю от этого удовольствие видеть ваши улыбки, видеть то, как у вас получается, я очень горжусь своими учениками и надеюсь, что буду видеть вас в их рядах тоже. Вот это все, что я хотела вам рассказать на сегодня, ребят, еще раз огромное-огромное спасибо, очень надеюсь, что я еще увижу вас в будущем на классах, ну а если нет, то я просто рада, что у вас была возможность прийти, побыть со мной этим вечером, надеюсь, что-то новое узнать, Антон, надеюсь, что-то повторить, ну и всего-всего вам самого хорошего, до следующих встреч, счастливо, до свидания, спасибо, спасибо, до свидания, bye. до свидания, до свидания, до свидания, до свидания,